До 15 ноября белорусы должны уплатить налог на землю и недвижимость. Способов для этого много – через банки, инфы, киоски, почтовые отделения связи и налоговые органы, а также не выходя из дома в любое удобное время посредством интернета. Платить налог на землю должны далеко не все. У многих владельцев участков имеются льготы. Полностью освобождены от уплаты участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй группы и другие нетрудоспособные физические лица. Что касается налога на недвижимость, то он рассчитан на владельцев жилых домов, садовых домиков и гаражей. К слову, если строительство не завершено, но в доме есть фундамент, стены и крыша, налог также начисляется. Напомним, в случае неуплаты граждане будут привлечены к административной ответственности. Штраф составляет 15% от невыплаченной суммы налога. Хотел бы напомнить нашим гражданам о том, что налоговые органы имеют возможность предоставления такой услуги, как личный кабинет физического лица. То есть гражданину извещение на уплату имущественных налогов может направляться в электронном виде с использованием указанного сервиса. Для этого платежщику необходимо обратиться в налоговый орган любой и написать соответствующее заявление.